Дорогие, всем большой привет! Меня зовут Наталина, и прежде чем мы перейдем к обзору коллекции Макс Патрик Стар, я хочу вам сказать новость, что 9 марта в 4 часа вечера будет в торговом центре Европейский будет мой мастер-класс для бренда Мак. Ууу, тут должны быть фанфары, но они просто где-то в моей голове, все взрывается, все в конфетти. Я безумно счастлива буду провести мастер-класс по идеальной коже, по работе с тональными средствами Studio Fix, по работе с Fix Plus, с разными такими лайфхаками, и увидится со всеми вами, поэтому всех вас приглашаю. Я буду показывать мастер-класс на средствах от Мак, естественно. Также мы с вами пофоткаемся, посмеемся, поболтаем. Я вас очень люблю, я вас очень жду, я буду невероятно счастлива вас всех увидеть, поэтому приходите все, это будет открытый мастер-класс, приходите все, естественно, это абсолютно все бесплатно. Я вас буду прям очень-очень-очень ждать, и если вы собираетесь приходить, естественно, пишите об этом в комментариях. Я прям вообще, это просто потрясающее событие, и, естественно, спасибо огромное вам за поддержку, потому что именно благодаря вам бренды замечают меня как визажиста, как блогера, поэтому я буду очень сильно вас ждать в этот день, чтобы лично сказать вам за это большое спасибо. Поэтому приходите на мастер-класс, на обнимашки, на фоточки 9 марта в 4 часа вечера, торговый центр европейский, первый этаж. Я даже загуглила, что там у магазина Мак навигационный номер 172. Но я думаю, найдете, он находится на первом этаже, как я уже сказала, о боже мой. Все, хватит болтать. Я, естественно, оставлю всю-всю-всю-всю-всю информацию внизу, буду вас очень-очень ждать, и давайте переходить, короче говоря, уже к этому видео коллекции Мак с Патрик Стар. Всем большой привет, меня зовут Наталина, и сегодняшнее видео будет посвящено новой коллекции от Мак совместно с Патрик Стар. Патрик Стар это очень известный американский ютубер, бьюти-блогер, визажист. Я оставлю обязательно ссылку на его канал внизу, у него сейчас более 3 или 4 миллионов подписчиков. Собственно, почему именно он выбран был для коллаборации с Мак, я, к сожалению, не знаю, но предполагаю, потому что у него есть очень популярное видео, типа «Моя история Золушки», оно так как-то называется. И там он рассказывал о том, что он начал в Мак, что кто-то в него верил, кто-то нет, ну и так далее. В общем, вся история его жизненного пути, и, собственно, Мак предложил ему сделать коллаборацию. В этой коллаборации 2 палетки теней, потом пудра, потом 3 таких лип-кита, ну не совсем лип-кита, то есть 3 цвета, и есть карандаш, блеск для губ подходящий и помада. Патрик Стар также автор знаменитой фразы, говорящей о том, что макияж одного размера, который подходит абсолютно всем. И, в общем, он очень крутой, мне он очень нравится. Вот так вот он выглядит, я думаю, что наверняка где-то в Инстаграме или на Ютубе вы его видели, то есть его фирменная фишка это Тюрбан. И надо сказать, что он не только ютубер, не только блогер, но и визажист. У него есть видео с Ким Кардашин, как он ее красил, с Тайрой Бэнкс, с Джесси Джей, с Кэти Перри. То есть это тот человек, который сочетает в себе, в принципе, все. И у него вся эта коллекция такая белая, бриллиантовая, я фон примерно постаралась подобрать под этот стиль. Это пиар-упаковка, которую мне прислал Мак. Там была пудра, помада Патрик Ву на палетка теней. Если вы досмотрели до этого момента, то вы узнаете, что будет конкурс, потому что я разыграю пудру, палетку и помаду в своем Инстаграм. Потому что я купила самостоятельно полностью всю коллекцию. Ну, вся коллекция мне обошлась примерно в 23 тысячи рублей. Но если бы я покупала там отдельно, например, тени, то у меня бы вышло бы это все намного дороже. Один из самых интересных продуктов в этой коллекции, это, безусловно, пудра. Просто Патрик, когда делает свои макияжи, он говорит, что у него такая очень, ну, не очень хорошая кожа, скажем так. И он запудривает просто все лицо, как делают Дракуин, да, Трависты Дивы. То есть, очень много пудры он наносит, и он решил сделать, попробовать, да, новую формулу, которая должна подходить всем оттенкам кожи. Она супер мелкого помола. У меня также есть видео с первым впечатлением, где я это все наношу. Ну, и, в общем-то, давайте мы будем переходить уже к обзору, будем переходить к нанесению всего. У меня есть видео, где я пробовала пудру и вот эту более теплую палетку. Их здесь две. Одна такая более базовая, ну, то есть, прям совсем вот супер базовая. И одна более теплая. В палетках в них существующие оттенки, то есть, вы их можете купить в индивидуальном порядке. Разыгрываем мы с вами вот эту. И все подробности конкурса будут в конце этого видео, чтобы вы досмотрели. И имейте в виду, что если вы не досмотрите и просто перещелкните туда на конкурс, то вы не очень приятный человек. Но я вас все равно люблю. Потом здесь пудра и три оттенка блесков для губ. Красный, более розовый, более коричневый. Соответственно, три оттенка помады. Красный, более розовый и более коричневый. Угадайте сразу, какой больше нравится мне. Также здесь три карандаша для губ подходящих в оттенке Edge to Edge, Brick и Mahogany. Брови я уже сделала с помощью карандаша вот такого от MAC в оттенке Fling. Он классный, мне очень нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед тем, как продолжать макияж лица, я нанесу лавандовый фикс плюс. Просто чуть-чуть дополнительно увлажнить лицо. Дальше я беру консилер Pro Long в оттенке 15. И с помощью него я выполню высветление. Это нужно для того, чтобы мы с вами пудру на бейкинг протестировали. Так, я уже начну растушевывать, потому что я боюсь просто, что консилер высохнет и залипнет, пока я копаюсь. Также чуть-чуть сейчас увеличим верхнюю губу. Давайте нанесем пудру. Она не привычного какого-то белого или там прозрачного цвета. Она прям розоватая. Но в коллекции говорится, что она подходит, в принципе, всем оттенкам кожи. Вы знаете, с ней не получается как-то сделать такой супер-бубер слой, как при бейкинге, потому что она как-то просто оп и тает в кожу. Это реально очень необычно. То есть, видите, я ее продолжаю, если вот так вот прихлопывать, она просто в коже растворяется. В пудре длиннющий состав. Вот это вот все состав. Ну, а первые два компонента – тальк, силика, нейлон 12, пентари... Все. Короче, нейлоном ограничимся. Давайте дальше я выполню контурирование лица. Я буду использовать Harmony от MAC. Это их румяна. В качестве румянки я наношу оттенок Melba. Очень красивый, такой естественный. Я просто люблю максимально нейтральные румяна, которые не забирают на себя много внимания, пока морфуша не придет. Ну, вы знаете. Дальше хайлайтер. Давайте угадаем, какой я могу использовать хайлайтер от MAC. Кто-нибудь? Кто-нибудь знает? Ну, конечно, Soft and Gentle. Мой просто один из, в принципе, самых любимых хайлайтеров. И у MAC так уж точно. Не буду пока наносить под бровь, чтобы мы с вами посмотрели, как тени сами по себе будут тушеваться. Для начала я беру оттенок Brûlée и наношу его на все подвижное веко и также подбровное пространство. Ну, то есть, фактически закрепляю им консилер, который у меня нанесен вместо базы под тени. Далее я беру оттенок Saddle и начинаю им прорисовывать, растушевывать складку. Я делаю такую более округлую форму, но при этом концентрируюсь все равно на построении формы на внешнем уголочке. И завожу сразу это к ресничному краю. То есть, ну, как бы рисую буквку S, скажем так. Я работаю кистью MAC 224. Далее на кисть поменьше я набираю оттенок Emberg и его, как бы, набивающим движением наношу на внешний и внутренний уголочки. И чуть-чуть добавляю в складку. И растушевываю этот оттенок небольшой кистью пушистой. То есть, нам с вами надо создать мягкий переход из темного коричневого в более светло-коричневый. Далее этот темный оттенок я наношу на нижний веко. Далее на растушевывающую кисть я набираю более светлый оттенок Saddle, он, по-моему, называется. И с помощью него растушевываю этот темный цвет Emberg в кожу. Далее я набираю единственный шиммерный оттенок из этой палетки. Omigod, он как-то так, наверное, читается. И наношу его на яблочко на центр подвижного века. И сразу его втушевываю в темно-коричневый оттенок. Всегда можно переключиться на предыдущую кисть растушевочную. Кстати, этот цвет прекрасно, смотрите, наслаивается на предыдущие матовые тени. И причем в нем достаточно много цвета. Также немного этого оттенка я добавляю сразу во внутренний уголочек. Далее я беру черный карандаш, Smolder он называется. И с помощью него подвожу нижние и верхние слизистые. И также немножко наношу по ресничному краю. И растушевываю карандаш по ресничному краю. Набираю немножко карандаша на кисть. И по верхнему веку, по ресничному краю чуть-чуть растушевываю его. Ну и верхнюю слизистую также прокрашиваю. Дальше крашу у меня миниатюрка туши, тоже MAC, False Lashes Extreme Black. Итак, давайте переходить к средствам для губ. Давайте попробуем сначала вот такой вот нежно-розовый, нюдовый оттенок. Вот он совсем новенький. Этот оттенок называется She Better Work. И карандаш называется Edge to Edge. Вот так вот это все дело выглядит. Давайте я сначала попробую нанести просто блеск для губ. О да! Какой крутой! Чуть-чуть липковат. Давайте попробуем нанести помаду без карандаша, а потом нанесем с карандашом. Должна сказать, что цвет красивый, но как-то ничего прям какого-то взрыва не случилось. Почему-то в баночке он мне казался поприятнее, что ли. Давайте с карандашом попробуем. Как-то почему-то карандаш этот, мне кажется, тверже, чем остальные маковские карандаши. Давайте нанесем блеск тоже поверх и посмотрим, как это все трио работает вместе. Ну, в принципе, так я себя могу представить, что я бы так пошла. Дальше давайте попробуем нанести Мама Стар. Просто у Патрика у него есть Мама Стар и Папа Стар. У них прям такие аккаунты в интернете, ну, соответственно, это его мама и папа. А вот этот блеск на мой вкус слишком коричневый. Просто помада. Ну, в принципе, красиво. Это похоже на те оттенки, которые я обычно ношу. Так, карандаш в оттенке Махогани. А то карандашам мне вообще нравится цвет. Знаете, он такой какой-то бордо, но приглушенный. Помада. Ну, на мне это сейчас превращается вообще просто в такой коричнево-бордовый. И мне очень нравится такой цвет, потому что у меня нет ничего подобного. То есть он какой-то, как будто, знаете, в бордо оранжево подмешали и красиво. Мне прям нравится. Как вам, кстати, напишите, пожалуйста, обязательно. Давайте попробуем еще сверху нанести блеск. О, да. Вот когда блеск добавляешь поверх помады, то оно вообще не липкое. Вот, блин, мне вот это нравится. Как обычно, коричневенькое. Это мое. Цвет сверхсобранных как куль. Ага. Так, я наношу уже красный блеск для губ. Красный цвет этой коллекции называется Patrick Wu. В аналогии с классическим красным Ruby Wu. Я не могу найти свою помаду в цвете Ruby Wu, но у меня есть подозрение. Хотя, так. Хотя у меня здесь вот есть Russian Red. А Russian Red почти такой же, как Ruby Wu. Разница есть. Patrick Wu порадовал Наталинку. И это более теплый красный. Вы знаете, я больше люблю теплые красные. То есть, он не прям оранж, но он все-таки не такой, ну, не такой голубой, не такой холодный. Вот это я рада. Класс. Так, карандаш у нас в оттенке Brick. Когда я открыла эту помаду, я подумала, что, ооо, вот здесь вот вообще что-то не очень. И в итоге мне очень нравится этот цвет. Давайте и блеск нанесем. Ну, красные глянцевые губы, это такой, конечно, суперсекси вариант. Ну, и что, давайте завершу мой макияж фикс-плюсом. Ну, и что, давайте разговоры разговаривать. Посмотрим, что как по цене. И я вам скажу свое мнение о каждом продукте. Понравился он мне, не понравился. Итак, давайте сначала мы с вами пройдемся по палеткам теней. Итак, как я уже сказала, это все оттенки, которые есть в регулярной коллекции MAC. Я сейчас посмотрела на сайте, изучила все цены. Смотрите, эти палетки стоят 3 500 рублей за 4 оттенка. У MAC есть возможность купить отдельно магнитную палитру и туда набрать рефила. Каждый рефил стоит 990 рублей. То есть, если все это купить в рефилах, то получится уже 3 960 плюс 650 рублей стоит сама магнитная палетка на 4 рефила. Это получается 4 610 вам будет стоить, если собирать это вот таким вот образом. Поэтому по цене палетки, я считаю, супер выгодные. Я даже не могу сказать, какая мне из них понравилась больше. Я, честно говоря, от них в шоке, в приятном. Потому что очень много раз я говорила, что ой, вот я не фанат теней от MAC. Но, видимо, это было давно и неправда. Потому что что-то как-то мне вообще очень понравилось. У меня в первом впечатлении, мне кажется, я вообще просто пищала от восторга. Действительно, очень крутые тени, потрясающее качество, потрясающая растушевка. Для профессионала, для новичка очень круто. Вот палетки я вообще не жалею, что я заказала, потому что они реально получаются выгодные по цене. И они действительно круто собраны. То есть вот это более теплое, вот это вот более... Ну, я бы не сказала, что она прям холодная, да? Потому что все равно вот этот оттенок, он, ну, такой ближе к теплому, наверное. Этот какой-то более нейтральный. Очень красиво все равно получается. Такой более элегантный. Это такой более бронзовый образ. Сама упаковка вот эта, я не фанат, потому что чуть что там просыпется, это сразу видно. И, ну, не знаю, как-то немножко дешево это выглядит, что ли. 3 500 это достаточно дорого. Вообще 3 500 это сколько? Это где-то 55, ну, больше 50 долларов. Но я ими очень довольна. Мне они прям очень нравятся. Пудра очень необычная. У меня нету такого плана пудры. Она супер мелкого помола. Как-то она тает прям на лице. Я ее уже носила. Пудра мне тоже нравится. Но она очень дорогая. Она стоит, получает сколько? 3 500 рублей. Это опять больше 50 долларов. И я посмотрела остальные пудры на сайте MAC. Там есть разные, но у них у всех цена 2 360, 2 480. Да, конечно, здесь немало продукта, но не знаю, дороговато. Я думаю, что если у вас есть пудра, которая вас устраивает, то не факт, что вам понадобится вот эта. Она очень классная. Она очень как-то растворяется на коже. Я буду еще ее носить, потому что пудра, знаете, это все-таки не цветной какой-то продукт. Его нужно распробовать в большом количестве ситуаций. Ее попробовать. То есть, я пробовала ее на каждый день. И меня, в принципе, устроило результат чуть больше, чем полностью. Но мне нужны дополнительные какие-то тесты. Мне нравится, как она ложится. Она супер мелкая. И поэтому она как-то впитывается в кожу. Я бы не сказала, что ее видно на коже. Но то же самое я могу сказать и про свою пудру Лора Мерсье. Поэтому составы у них похожие. Тальк, силика, заглаживающие поры. Но пудра классная. Так, ну и что касается у нас линейки для губ. Про карандаши хочу сказать отдельно, потому что они стоят по 1350. И в регулярной линейке, то есть все эти цвета есть в регулярной линейке. И они стоят там 1260 рублей. То есть, блин, лишние 90 рублей, получается, платишь за то, чтобы карандаши были белые. И было Патрик Старр написано. Вот это немножечко не очень. Мне кажется, было бы намного логичнее сделать карандаши с таким же названием, там как блески для губ, чтобы они полностью на 100% подходили. Чем просто там на пару долларов, на 90 рублей, блин, делает дороже карандаш. То же самое, только в другой упаковке. Это как-то вообще очень странно. И я просто покупала, когда только все появилось на сайте, в ажиотаже, кликая, чтобы быстрее и быстрее, то сейчас все кончится. И я даже не обратила внимания на то, что это регулярная линейка. Цвета офигенские, мне понравились. Я обожаю карандаши Мак для губ. У меня их все копится, копится уже коллекция. И я довольна в любом случае покупкой. Но, блин, зачем делать на 90 рублей дороже? Что касается помад. Я повторюсь, мне очень нравится вот эта голографическая упаковка снаружи бумажная. Но вот это как-то надежно смотрится. Как-то похоже опять на какую-то игрушку для взрослых, честно говоря. По цветам мне понравилась изначально вот эта помада. На свотч, в смысле в самом тюбике. Потом на губах мне понравилось вот это и вот это. И я просто влюбилась в этот красный оттенок. Потому что он, при том, что он остается классическим красным, он немножечко уходит в теплый. Поэтому помада, это прям очень внезапно. Я думала, что, блин, красная помада, как тебе я рада. Что красная помада, уже миллион их в коллекции разных. Сама их все равно не ношу. И она меня очень сильно порадовала. Мне прям нравится. Ну, понятно, коричневый нюд, это все мое. И более розовый нюд. Они сами по себе очень липкие. Это лип глаз называется. Блеск для губ. И они стоят 1490 рублей. В принципе, поверх помады, да, окей. Поверх карандаша для губ тоже окей. Поверх помады они почему-то перестают быть липкими. Но так, мне нравится очень этот цвет. В целом, это крутая коллекция. Я очень рада, что у Патрика была такая коллаборация. Я очень рада, что такие огромные крутые бренды, как Мак, идут на кооперации с ютюберами. Это супер круто. Я надеюсь, что это будет дальше развиваться. Итак, для тех, кто досмотрел до конца или такой нехороший человек домотал досюда, давайте поговорим с вами про конкурс. Мы с вами разыграем палетку вот в этом вот цвете, более холодном. Мы с вами разыграем одну пудру и мы как раз с вами разыграем вот эту красную помаду в оттенке Патрику. Вот они, три подарка. Для того, чтобы выиграть один из трех призов, необходимо перейти в мой инстаграм, подписаться на него. И также под постом, на который будет ссылка в инфобоксе внизу. И в указанную в инфобоксе дату я сделаю прямой эфир в инстаграме. И там с помощью рандомайзера мы с вами выберем трех победителей этого конкурса. Конкурс этот открыт по всему миру. Доставка, естественно, за мой счет также по всему миру. Так что участвуйте в конкурсе. Не бойтесь, обязательно повезет как минимум трем людям. Но я очень надеюсь, что это видео было вам полезным, интересным. Не забывайте подписываться на канал, на мой инстаграм, на канал в телеграме. Все это называется Наталина Муа, Наталина Мюэ. Ну и мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока!